хорошо супер благодарю тогда мы начинаем традиционно я проведу вебинар который я провожу два раза в месяц и вы знаете что сейчас наши коллеги франтишек solar владимир маслов находится во вьетнаме они там находятся не просто так на обычной конференции то есть это будет обсуждение переговоров достаточно серьезного формата которые мы ожидали еще во время первой волны пандемии когда естественно никуда выехать нельзя было ожидаем очень хорошие новости несмотря на то что сейчас я могу сказать что новости в нашем проекте и в компании юницкая string technologies развивается очень сильно и стремительно и на самом деле можно даже освещать минимум но на говорить то что по существу уже касаемо проектов касаемо договоренности и я так предполагаю что как раз таки стратегия менеджмента не у низкая string technologies и всего руководства будет именно в этом сейчас вы видите что дозированно выдается информация на различных изданиях это направлено конкретно на лиц принимающих решения по проектам и не однократно говорил что в принципе как вот у нас идет процесс ли дегенерации по привлечению новых лидов в виде трафика со всех стран но у нас люди у юницкой string technologies у компании уст инк это целый проект причем проекты от 20 миллионов на долларов пока что информация по поводу сайтов по поводу инфополей юницкая string technologies не поменялась поэтому я на этом не буду сильно заострять внимание останавливаться для тех кто только присоединился к нашему проекту я буквально хотел бы быстро пролистать вот эту историю взаимодействия со средствами массовой информации то есть были многочисленные уже проведены на как в конце 2020 так и в этом году репортажи приезжали и приезжают и будут приезжать различные журналисты с различных изданий со всего земного шара потому что на самом деле сейчас технология завоевывать внимание не только на мелких и средних инвесторов но и конкретных девелоперов и конкретных уже инвесторов на проекты и конечно же стоит понимать и представить развитие всех компаний которые ранее выходили на рынок инвесторы занимающиеся теми или иными проектами они намерены инвестировать именно в проекты не в технологию потому что в технологии они будут входить уже после закрытия такого посевного предпосевного входа стадии инвестирования и когда компания уже будет для них представлять конкретный оформившийся стартап с выходом на публичный рынок но для мелких средних инвесторов на самом деле для нас с вами это приходится как нельзя кстати потому что по моим ощущениям вообще вот все складывается к тому я уж не буду говорить конкретные цифры конкретные даты что вот по моему мнению будет закрыто финансирование 15 этапа к такому-то числу нет я не из тех спикеров не из тех людей вы прекрасно знаете мое мнение но мои ощущения в этом году крайне оптимистичны и мы как skyworld комьюнити максимально постараемся приблизить эту финальную дату которую мы с вами все ожидаем потому что сейчас внутри skyworld комьюнити происходит выстраивание очень серьезные системы обучения и продаж для того чтобы на отдельной площадке потом это будет все внутри личного кабинета каждый человек четко понимал что на каком уровне необходимо доносить до партнера в качестве информации потому что если партнер приходит и хочет только зарегистрироваться и пока думает инвестировать или нет ему нужен определенный объем информации если он уже подписал партнерское соглашение и думает об инвестициях то опять же побольше объем информации уже что-то немножко совершенно от технологии о том что происходило в крайнее время но самое главное это потенциал и вообще соотношение риск прибыль которая в качестве инвестиции партнер становящийся инвестором может получить и далее когда партнер стал инвестором причем будут конкретные сроки будут мотивационные задания которые будут побуждать человека на самом деле закрыть тот или иной статус побыстрее и я могу сказать что вообще мы рассчитываем так чтобы консультантами люди становились ну меньше чем за три дня лучше за один два дня в идеале потому что сейчас мы находимся на таком этапе обсуждали тоже стратегию статус такой как лидер это возможно абсолютно за неделю но ранее вот примеру два года назад это казалось вообще неизбыточным абсолютно желанием но при текущих развитии проект проект проекта это абсолютно реально потому что уже в чат спрашивают что какие условия мы можем предоставить достаточно на крупные инвестиции не буду бросаться словами но вы помните что чуть чуть меньше пяти сотен тысяч долларов самая крупная инвестиция от физического лица недавно была сейчас она больше и уже запросы на еще большие инвестиции это от конкретного одного человека и сейчас четко распределены грани ответственности грани взаимодействия юницкая string technologies занимается научно-производственной деятельностью и взаимодействием по проектам то есть создание именно фундамента для даже не будущего а настоящего рынка который уже очень-очень сильно желает чтобы технология реализовалась ну а мы как sky world community максимально ускоряем закрытие финансирования именно мелкими и средними инвесторами да и крупные я думаю также появится уже на крайних шагах также в логике на нашего фонда ну и конечно же платформа rsw также принимает полное участие больше на сегодняшний день не принимает в качестве коллективных крупных инвесторов никто финансирование технологии юницкой string technologies вы помните на прошлом вебинаре я рассказывал про такую проблему с которой столкнулась вся мировая логистика если говорить конкретнее то про проблему которая выливалась в миллиарды долларов простоев из-за вскрыла болезни современной логистики с этим невозможно поспорить я думаю что каждый согласится потому что если посмотреть вообще из космоса я неоднократно на прошлом вебинаре об этом говорил это как будто некий тромб современной транспортной артерии мировой экономики и мировая экономика от этого то есть вот именно через артерии протекает кровь и все это затормозилось и могло остановиться если на самом деле это авария продолжила бы свое существование более одного месяца слава богу что справились весьма и весьма быстро и на самом деле я не удивился абсолютно что уже наверное параллельно с этим событием в разрабатывалось маркетинговое позиционирование и не просто маркетинговое позиционирование но и было сказано что на самом деле компания юницкая string technologies одна из первых компаний которая предложила решение этой задачи этой проблемы и чтобы вообще это никогда не повторилось в плане на максимальной оптимизации контейнерных перевозок и были предоставлены в этой статье которую я сбросил сейчас в чате конкретные показатели и юницкая string technologies технологии преднапряженных путевых структур показала в этой статье четко что вообще стоимости грузовой надземной электротранспортной системы то есть не просто транспортной как ранее мы называли сейчас уже выстраивается конкретная терминология надземная электротранспортная то есть не транспорт над землей а надземная пассажирский надземный транспорт пассажирский надземный электротранспортная система и если бы грузовая подобная электротранспортная система была построена вдоль суэцкого канала протяженность его более 150 километров то это было бы в пять раз меньше чем свое время было потрачено на все строительство самого канала то есть представьте насколько по времени это было затрачено на создание такого инфраструктурного объекта и имеющего огромное значение для всей мировой экономики что-то будет в пять раз дешевле что это будет намного быстрее но это без учета подвижного состава и терминалов погрузки разгрузки естественно тут нужно все рассчитывать конкретно но скорость была выдана что 80 километров в час доставка груза и необходимо перебросить контейнеры из порта саида в порт тауфик и время бы этого всего сократилось бы с 14 до двух часов то есть представьте вот насколько проблемы решаются и я уж не говорю про африку я уж не говорю про латинскую америку в африке я сам был и я не понаслышке знаю какие там и пробки и также бюрократические припоны все это можно было сократить от нескольких суток до нескольких часов насколько вообще просто разгонялась бы мировая экономика а сегодня я покажу что в принципе мировая торговля не собирается сокращаться и если когда она будет развиваться будут возникать логистические проблемы то вот такие вот тромбы в мировой экономике могут возникнуть которые в том числе по моему мнению могут спровоцировать и новые экономические кризисы которые и в пандемию мы увидели даже более сильные кризисы потому что здесь конкретные системные проблемы которые необходимо решать и цитадель решение этой проблемы она уже появилась ничего не сможет изменить того настроя компании несмотря на то что я могу сказать многие компании обанкротились я не буду голословным вот пожалуйста вам данные что вообще фактически примерно 45 компаний в сша с обязательствами не менее 50 миллионов долларов а это достаточно немаленькие компании объявили о банкротстве только в первом квартале 2021 года и не только в сша это происходит примеру япония а япония вы знаете что недавнем времени японское издание писала о технологии компании юниска и стрим технологии которую мы с вами финансируем в качестве главного стратегического инвестора и банкротство японии как физически лица так и предприятий она также абсолютно не сокращается но увеличивается и поэтому я могу сказать что в принципе то что сейчас мы увидели в мировой логистике может повториться то есть никто не знает случайность это не случайность но то что этот факт произошел это это уже неоспоримое абсолютно явление и только одно решение на сегодняшний день в мире это надземный электро транспорт и целая готовая инфраструктурами с терминалами погрузки разгрузки с подвижными составами и со всей необходимой инфраструктурой это знаете как просто клич о помощи он был услышан и было предложено решение такие же решения лет через 10-15 мы увидим в уже в около космической индустрии в ближнем космосе что необходимо решить такую-то задачу кто может на самом деле определенная компания даже была уже зарегистрирована на мировом пространстве именно под решение этих задач но это категория уже наши более долгой дорожные карты и к этому мы обязательно придем но после пятнадцатого этапа и вывода ряда продуктов от sky world community также самостоятельных на рынок многие будут спрашивать вообще как идет строительство и и почему фотографии не так много а зачем показал показывать фотографии если просто допустим был залит фундамент то есть мы этому радовались 2015 2016 годах это даже 2017 но сейчас это абсолютно рабочий процесс и я считаю что нам нужно сосредотачиваться именно на нашем продукте на привлечении инвестиции ну вот пожалуйста свежая фотография что в ресуршн девелопмент центре то есть научно-производственном центре юниска и стрим технологии с шарже продолжает строительство уже четвертой тяжелой линии с пролетами которые будут двести восемьдесят восемь метров каждый и там как раз таки полноразмерный контейнеровоз юникон будет показан и это будет показано в первую очередь для реальных заказчиков потому что все мы с вами помним об словах анатолия эдуардовича юницкого который публично сказал что как минимум три контракта в этом году будут заключены по моим ощущениям будет больше возможно заключено контрактов потому что ну очень много сейчас контрактов проработки потому что юниска и стрим технологии с наняли высококлассных топ менеджеров которые уже сосредоточены и занимаются конкретно продвижением технологии на готовые проекты которые нуждаются в нашей технологии и они кстати свою задачу отлично выполняют я думаю что в этом году в ближайшее время мы очень интересные новости скорее всего увидим в сми и услышим уже о свершившихся каких-то фактах то есть пока что говорите преждевременно но повторюсь подобного решения как контейнерные перевозки если можно предположить что городской пассажирский надземный электротранспорт он существует хотя в таком виде его тоже не существует абсолютно контейнерных перевозок роботизированных которые будут будущем работать на блокчейн а как раз таки вот некоторые из инвесторов приобретали svg токен и компания говорила что при запуске проектов этот токен будет востребован то есть фактически вы по огромному дисконту приобрели возможное топливо для экономики адресных проектов грузового направления в том числе контейнерные перевозки а потенциальных контейнерных перевозок я говорил ранее на прошлых вебинарах посмотрите почитайте на тезисах но одно я могу сказать что если ранее мы говорили что мы сейчас финансируем ту технологию которая может выдать любые решения в современной инфраструктуре транспортно и логистики то сейчас то что она может решить наболевшие проблемы потому что эти наболевшие проблемы в виде такой вот как бы трагедии мировой логистики на советском канале они уже выходят на поверхность и их будет становиться еще больше объясню почему переходим к самой моей любимой части то есть это аналитика и я покажу вам слайд что касается объема мировой мировой глобальной торговли то есть будет она сокращаться или нет вообще посмотрите как с нулевых до двадцатого года возрастала мировая торговля да были кризисы в восьмом году был кризис до был кризис пандемии но это могу сравнить как вот криптовалюты сейчас развивается на биткоин вроде бы просил но он же обязательно отрастает потому что но в принципе нет никаких сомнений что это просто череда событий манипуляции но в перспективе то он будет расти и мировая глобальная торговля однозначно будет только развиваться только расти несмотря на различные сложности и кризисы полупроводников никто же сегодня немножко остановлюсь расскажу все равно будет этот показатель только увеличиваться и если не будет современных решений транспорта инфраструктуры кардинальных революционных то вот такие вот проблемы как на советском канале будут полыхать и в других точках земного шара где-то на территории африки важнейшие артерии транспортные будут забиваться и провоцировать падение экономики локальное падение экономики может быть региона страны где-то мировом пространстве а где-то на территории европы и пандемия которая сейчас прошла и говорят что проходит потому что в азии сейчас назревает снова несмотря даже на применение вакцин к сожалению рост заболеваемости и локдауны и и снова задумываются заказчики о том что пассажирский транспорт должен быть более индивидуальным и с этим также быть безопасным экологичным и электро тук-туки далеко под этот критерий не подходят потому что они не решают проблему пробок абсолютно и у них просто бешеная поломка то есть не рим ремонтопригодность буквально через несколько лет а то и может быть год потому что это абсолютный масс-маркет но является ли масс-маркетом сейчас например вот тот сигнал по которому я вещаю на самом деле схема то сейчас такая как бы я подключился от своего телефона на ноутбук но сигнал хороший потому что связь gsm она априори если не нахожусь где-то к примеру там в океане она отличного качества и я могу синхронизировать эту логистику мобильных данных и вот так же современная живая логистика должна абсолютно синхронизироваться на мой взгляд иначе будут возникать вот такие вот помехи и проблемы поставьте плюсик вообще вот мотивирует ли вам вас это объяснение либо минусик если кому-то вообще кажется что нет алексей говорит какой-то бред но когда я таких вещах и говорю то очень многих людей с которыми немногими в живую я общаюсь по поводу инвестиций в юниска и string technologies бешено мотивирует потому что нет сейчас выхода для этого и чем больше таких аргументов у вас будет тем и закрытие сделок будет более серьезным но повторюсь мы сейчас и все скрипты обязательно пропишем более простые будут все зацепки психологически будете вещать своих продажах еще лучше чем современные профессиональные специалисты по продажам во всех странах то есть джордан белфорд так скажем по завидует через несколько лет вашему мастерству ну и нас нельзя с ним сравнивать потому что он все таки продавал и продвигал мусорные активы кстати если говорить про интерес вообще современных инвесторов к активам то я могу сказать что сейчас как раз таки тот период времени когда многие современные инвесторы не голосуют за консервативные активы вот на это я хотел бы обратить огромное внимание посмотрите на вообще вот статистику и понижение ставок по государственным облигациям за 20 лет то есть за 6 месяцев но это это серьезный минус для облигаций туда конечно вы не увидите там минус 10 это была вообще катастрофа то есть это просто страна бы сразу бы разрушилась в плане своей экономики и скорее всего она вообще бы не вывезла при таких показателях но даже вот такие вот меньше 1 процента показатели они очень пагубно влияют на страны и обычно в таком случае странам предлагается вертолетные деньги то есть бесплатные деньги в китае вообще была испробована технология успешно кстати самоуничтожаемых денег то есть деньги напечатали причем цифровой юань цифровой юань упал на кошелек каждого гражданина но нюанс эти деньги сгорят испаряться через определенное запрограммированное количество времени и вот страны которые сейчас находятся в худшем состоянии они претенденты на так называемую помощь то есть их будут вгонять в долги в обязательства но для нас я могу сказать это будет неплохо как для инвесторов в новую инфраструктуру и транспортного поколения потому что часто это реализация крупных больших проектов на сегодняшний день это абсолютно неподъемные по окупаемости высокоскоростные трассы дороги ну которые просто нужно построить и освоены бюджета освоены деньги действующие лица каждые получили все необходимое а в случае применения технологии юэстэ это еще окупаться будет и окупаться менее чем за 10 а в некоторых случаях и 5 лет то есть современный транспорт современная инфраструктура просто этого никогда не видывали и не слыхали и произошли крупнейшие коррекции в облигациях с сша за последний период времени это тоже такой очень серьезный показатель значит продажа все-таки превышает спрос это значит что вообще современные инвесторы больше направлены на более высокорисковые вложения то есть поэтому и криптовалюта растет поэтому и рынок спак если вкратце рассказать про спак то это концепция специальных компаний то есть компания по приобретению по приобретению специального назначения эта компания намеренно создается для слияния с другой частной компании то есть она желает выйти на биржу минуя процедуру айпио это все происходит но нюанс спаки несмотря на то что розничным инвесторам предлагает осуществить достаточно потенциально выгодные перспективные инвестиции в том числе и с помощью заемных средств но многие спак оказались скамами и несмотря на то что по законодательству да это выстроено все и вроде как никто никого не должен абсолютно кинуть но вот сейчас вот найду обязательно график спак не помогли и традиционная традиционная логика вот пожалуйста то есть вы видите график роста айпио причем и падение тоже есть падение синхронное со спаком и вот здесь те кто знаком с криптовалютами это больше походит на мусорные активы то есть их судьбу что это все падает да по обязательствам компания должна возвратить деньги инвесторам но вы же понимаете современные реалии то есть естественно компания обзаводится заранее своими юристами и это такой некий бизнес даже что будет с деньгами инвесторов ну неизвестно в теории как я и говорил одним из факторов ускорения выхода на публичный рынок ну вообще вот могло быть потому что компании выходят без активов без какой-то истории для компании униска и стринк технологии но это было бы глупейшим шагом а такие шаги просто априори не могут же совершать топ-менеджмент униска и стринк технологии пусть это этим занимаются другие компании уронил бы и репутацию потому что вы все помните компанию никола это компания которая сообщила что делает двигателем двигать грузовик с двигателем на водородном топливе и даже вышли на публичный рынок акции росли 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 а потом когда все побежали уже бешено скупать они упали то есть это с doggy coin кстати вот сейчас историю в криптовалюте напоминает вот напишите в чате может быть кто-то в курсе про это то есть спак это такие анаболики то есть это ускорители абсолютно нездоровые и они абсолютно не ускоряют вообще вот мировую экономику далее хочу сказать очень важный показатель который я хотел бы чтобы мы с вами понимали что за последние пять месяцев в акции было вложено больше чем за последние 12 лет почему потому что люди готовы инвестировать в долгую акции в акции инвестируют на пять на семь лет и поэтому никаких сложностей таких вот прямо кардинальных проект который мы с вами финансируем не испытывает потому что если люди готовы инвестировать в акции то венчурные проекты на стадии до айпио они готовы инвестировать не меньше а может быть и больше поставьте опять же от 1 до 10 как вам эта мысль то есть ну сейчас есть категория людей которые хранят деньги под подушки никуда не инвестируют чего-то ждут и наверное обесценивание через инфляцию своих активов может быть на автомобиль копят может быть на квартиру тоже в принципе для многих будет стимулом но грамотные инвесторы сейчас распределяет по портфелю акции обязательно венчурные проекты многие слепо инвестировали вот в эти спаки в надежде войти на выгодной стадии кстати вот акции спаков 10 до 10 долларов начинается они все то есть только тоже такой нюанс то есть относительно немного и каждый может войти но что будет с этой компанией никто не может предположить а вот венчурные проекты с истории уже сертифицированной технологии как у компании unit sky string technologies здесь стоит подумать давайте рассмотрим минусы минусы наверное только для крупных инвесторов это история крауд инвестинга но опять же здесь можно сказать что в принципе этот аргумент вам бесплатный от меня что в принципе спаки компания по приобретению специального назначения они вообще как бы и предназначены как способ привлечения капитала мелких и средних инвесторов и более того первые размещения проводятся так называемыми пустыми чеками то есть повторюсь у компании нет ни активов ни истории деятельности не бизнес-плана вот давайте на чистоту если бы у вас было была возможность инвестировать в спак какой-то компании ну предположим конкурентной но который не имеет ни истории не даже бизнес-плана тем более показатели вот которые в статье коммерсанта вы можете прочитать что конкретная будет стоимость перевозка по перевозке по предварительным оценкам конкретная во столько-то раз меньше с конкретной скоростью будет перемещаться подвижной состав и время перевозки грузов сократиться с конкретики до конкретики то есть это инженерные расчеты это предварительно исследование проекта но если компании не могут делать такого и у них нет реальных прототипов подвижных составов то напишите в чате что выберете спак первое либо второе венчурный проект с крауд инвестинговой истории да порой с интересными схемами юридическими которые преобразовывались и они у нас будут преобразованы в лучшем виде в логике брокерской компании мы готовимся тоже к мировой экспансии в виде работы и деятельности skyworld комьюнити ну конечно же 2 и здесь уже и крауд инвестинг не такой плохой аргумент то есть это думающие сообщество людей которые постоянно в тренде постоянно в потоке компания делится новостями абсолютно потому что вот таким образом как даже сейчас происходит распределение новостей ни одна компания спака не делится с своими инвесторами то есть вот так вот просто закрыл глаза и инвестируй покупай пустые чеки примерно таким образом происходит в индустрии спак ну и то что получилось вы видели на слайде это это статистика это не какие-то цифры также интересные критерии что продажи выпуск высокодоходных долговых обязательств тоже установили новый квартальный рекорд то есть именно высокодоходные именно люди хотят получить наивысшее соотношение прибыли по отношению к риску не готовы рисковать поэтому если кто-то будет вам что я не готов рисковать показывайте логику крупных инвесторов и почему они готовы рисковать и наверное в консервативных активах нет логики если они таким образом сейчас поступает но помогает ли это все вот вы видите что скорость оборота то есть скорость мировой торговли и так далее она падает несмотря на то что не скорость мировой торговли скорость оборота денежных средств не несмотря на то что текущая денежная масса просто по параболе растет то есть уже и одобряется новый план президента сша и я думаю что будут и другие страны так или иначе поддерживать нравится экономика сша кому-то или нет но даже shell сейчас абсолютно перестраивает логику существования своей компании а если быть точными то интереснейшее вообще позиционирование ушел а то есть вот представьте нефтяной гигант и в 2008-15 годах shell получили многомиллионные иски за утечку нефти в окружающей среду и тогда компания быстро перестроилась выстроила стратегию по созданию производства с нулевыми выбросами 2050 году это также напоминает логику устойчивого развития в арабских эмиратах до 2030 года и многие многие страны то есть это не только об экономике сша 2025 году планируется шелом 500 тысяч зарядных станций 2030 году два с половиной миллиона зарядных станций шел пока что слава богу либо может быть наоборот зря не занимается не электромобилями ничего но сотрудничает с производителями сетевого оборудования например сотрудничает делают совместные предприятия с бразильской например компания касан по производству биотоплива и страстникового сахара и многое-многое другое то есть не поворотливые казалось бы корпорации начинает поворачиваться почему иначе они погибнут и их обгонят то есть вот представьте насколько скрытый рынок вообще развивает компанию не sky string technologies ведь сейчас задача конкретно выйти на рынок и далее уже сколько составляющих будет я говорю о том что если мировые компании сейчас перестраиваются на такие направления то это будет только часть вообще обилия направлений потому что uni sky string technologies на мой взгляд это несколько больше чем транспортные инфраструктурные комплексы это целая экосистема это целая вселенная экосистема которую мы увидим по дальнейшему развитию но как развивался amazon начале это была продажа книг потом соответственно это уже marketplace и а сейчас amazon это и космос и я не говорю про какие-то космические как какие-то колонии в ближнем космосе нет это это конкретная конкуренция сейчас со space x покор покрытию интернетом земного шара и вопрос если транспортная инфраструктура нового поколения будет опоясывать земной шар ну давайте помечтаем чуть-чуть то зачем спутники запускать вообще как бы ближний космос и обилие спутников то есть но много спутников может и уже быть оказывать пагубное влияние и все можно делать на земле абсолютно экологично и будет и скоростной интернет и так далее и тому подобное то есть вот очень много сопутствующих направлений будет рождаться потом от uni sky string technologies а мы сейчас инвестируем корневую технологию для того чтобы при росте капитализации технологии уже пользоваться плодами этого роста посредством развития и дорожные карты и также я хотел бы сказать что ну вот тоже по этому же графику что вообще помогло ли то что был была напечатана огромная денежная масса и спасать ли это мир сейчас но на самом деле мы видим по графикам что вообще как бы фрс и превысили свои размеры количественного смягчения программ и шестую неделю подряд уже превышает печатание денег новых 120 миллиардов долларов уже экономисты говорят о том что принципе не долг тот час что доллары будут обесцениваться потому что их так много печатают этого всего не происходило с июня 2020 года хотя сейчас есть и вакцина хотя сейчас есть и вроде бы как бы смягчение режимов и происходит логистика наращивается но все равно какие-то затормаживания если говорить про европу то вообще общегосударственный долг на душ населения он просто экспоненциально растет и кто-то за это должен будет платить я не понаслышке знаю какие нюансы и волнение происходит европе от множества своих коллег и чего не показывают кстати по телевизору и вот график американского ресерча с белого дома на что будут приходиться расходы например новых каких-то дотаций 59 процентов будут приходиться на то составляющим чего является и не sky stream technologies то есть это дороги мосты это транзитные перевозки это порты это электромобили что это ну фактически это транспортный инфраструктурный комплекс это далее это вода это различные новые технологии по очистке и так далее тому подобное но конкретно пока нет но я думаю что в умном городе линейном городе все эти технологии будут использоваться и не стоит забывать про регенерацию вообще не плодородного слоя почвы в плодородный эту технологию тот же инженер юницкий создал но сейчас не идет фокусирование на этом направлении но она есть его можно использовать и быстро привлечь инвестиции вообще на самом деле после того как будет создана успешная история по закрытию этапов первого бизнес-плана который имеется кстати в отличие от спак и восстановление мировой экономики мы видим что она еще далеко от прошлых лет то есть это опять же показывают графики которые вы видите на экране и не факт что вообще современная логистика современное состояние дел современные компании да гиганты эти гиганты они не так сильно смогут помочь этим делам поэтому и выделяются различные новые деньги но которые провоцируют сумасшедшую инфляцию например просмотрим инфляцию в нигерии и поэтому в нигерии вообще активнейшим образом у нас развивается процесс лидогенерации несмотря на то что я как именно координатор всей этой деятельности сейчас очень легонько ввожу в новый строй и новые аккаунты работает уже меньше ста так скажем но скоро дойдем это различные штаты страны чисто по лидогенерации и вы видите открытие произошло нового офиса в ибадане это нигерия и этот офис который позволит охватить и этот штат и ряд других штатов это как раз таки на новая схема работы которая была заложена но еще до пандемии через лидогенерации и у нас долгое время вообще не было мысли от беды генерации слава богу что до пандемии об этом задумались потому что быстро перестроились на удаленную работу и открывается один офис за другим но после внедрения системы обучение продаж мы эти офисы просто будем открывать один за другим потому что у нас будет готова конкретная пошаговая система как это сделать и повторить каждому начиная от простой продажи и заканчивая офисами и более сложными переговорами с потенциальными крупными инвесторами но аргументацию потенциальную которую я сегодня вам предоставил я же не просто так вот эти вот экономические факты вам предоставляю на основе этого современные инвесторы принимают решение и они не смотрят то что там по телевизору говорят в газетах написано нет они своих аналитиков просят выдать эту аналитику и мы с вами можем ответить на любые вопросы касаемо инвестирования в технологию компании unit skystream technologies потому что она решает фактически любые задач но потенциал рынка моя любимая картинка и сколько здесь же всего еще скрыто он просто колоссален и огромен и друзья напоследок я хотел бы такой момент продажи включить свои вебинары я буду модифицировать вы можете использовать в переговорах но задумывайтесь на минутку изменится ли у вас отношение к быстроте принятия решения если вы например новый потенциальный партнер если уже пошел обратный отчет то есть обратный отчет до того сколько осталось привлечь инвестиций пока что этого нет но я думаю что абсолютно не долг тот час просто напишите ваше озарение как изменилось бы отношение за сколько часов максимум за за день и сколько часов вы приняли бы решение я думаю что вот меня это просто с ног на головы переворачивает и у нас не было такого то есть как когда мы совершали первую инвестицию у нас были только картинки только визуализации только видео госсовета 2009 года когда была представлена технология медведеву и многого-многого того чем обладает сейчас потенциальный партнер поэтому или до генерации несмотря на то что мы притормозили развивается колоссальнейшим и очень с быстрой скоростью и подумайте что изменится если бы пошел обратный отчет так коллеги я готов ответить на один два вопроса и мы будем завершать вы во что инвестируете учитывая текущую экономическую конъюнктуру я рассматриваю крипто рынок руслан и я рассматриваю те проекты внутри крипто рынка которые могут быть полезны умным городам потому что я считаю что это будущее несмотря на то что сейчас вот казалось бы 2 триллиона долларов капитализация крипто рынка общая была достигнута но до сих пор нет применения в реальном мире но этого до сих пор нет как было 2017 2018 так оно и есть то есть вот синтетические активы появляются данное там может заработать но решает ли это проблема мировой экономик современной реальной экономики нет потому что реальная экономика это ограниченное применение ресурсов на ограниченные территории в ограниченное время и когда что-то происходит не ограниченное эфемерно это аномальная экономика ни к чему хорошему она не приведет так коллеги меня слышно вообще друзья надеюсь что меня слышно я ответил на вопрос который был в чате наверное задумывайтесь а что было бы если бы не так много времени осталось до закрытия 15 этапов я тоже задумался и это заставляет очень серьезно задуматься потому что возможность одна компания такая одна когда еще такая компания появится я не знаю благодарю вас за внимание дорогие друзья я надеюсь было интересно поставьте от 1 до 10 как вам эта информация в вебинаре чуть позже мы будем LVT вводить то есть это вообще вот показатель оценки спикера в принципе каждого спикера и у нас и в этом плане будет развиваться система и обучение и роста качества спича на всех языках потому что мы как skyworld комьюнити исходя из прошлой моей презентации прошлого вебинара я думаю что вы понимаете что мы тоже настроены на долгую плодотворную работу иначе зачем нам выстраивать сейчас систему продаж и обучения если после 15 этапов все бы закончилось нет все еще не только начинается точнее уже но очень много интересного предстоит благодарю вас до скорых встреч на следующих вебинарах мы создаем будущее финансируемого счастлива с вами алексей сходы global star club возможности безграничны и